Окончательный вариант мастер-плана по развитию Хабаровска будет представлен президенту страны на Восточном экономическом форуме. Об этом и о многом другом губернатор Михаил Дегтярев доложил главе государства Владимиру Путину на рабочей встрече в Москве. Подробности далее. Темой встречи президента страны с губернатором Хабаровского края стала социально-экономическая обстановка в регионе. Глава государства отметил, что ситуация по важнейшим показателям складывается удовлетворительно. Это касается и роста промышленного производства. ВРП растет, внешняя торговля растет. Есть, конечно, и проблемные вопросы, мы наверняка о них тоже поговорим. Михаил Дегтярев в свою очередь добавил, что экономика в регионе устойчива. Зафиксирован рост производства в судо- и авиастроении. Истребители Су-35С и Су-57, построенные по гособоронзаказу в Комсомольске, переданы военным. К выпуску готовится полностью импортозамещенный сухой суперджет Нью. Кроме того, Хабаровский край включился в строительство арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Зафиксировали мы 1800 семей, которые хотят улучшить свои условия или приехать на Дальний Восток. Мы с своей стороны сразу обнулили налоги на имущество застройщикам. Такое решение принято. 30% арендной ставки из краевого бюджета. Ну и сейчас идем в строительство. Губернатор отметил, что многие краевые предприятия переориентировали работу под нужды СВО. Отшивают спальные мешки и палатки, налажено производство тактического вездехода «Баги и Ерофей». Параллельно реализуются масштабные инвестпроекты. Строительство Амурского гидрометаллургического комбината, ТЭЦ-4 в Хабаровске, морского порта в районе Чумикана и Тихоокеанской железной дороги. Президента интересовала ситуация в здравоохранении. Северночка, не вижу здесь у вас проблемного вопроса в сфере здравоохранения, туберкулеза. В Хабаровске противотуберкулезный диспансер в этом году застарелая стройка, которая стояла два года. Мы нашли решение, нашли средства, подрядчик, там Ростехнологии нам помогают. Мы достроим и тезиатрическая служба, конечно, получит новое совершенно дыхание. В числе других крупных социальных проектов строительство Межузовского кампуса, Объединенной набережной, нового здания Дальневосточного художественного музея. Все эти объекты входят в мастер-план Хабаровска. Его окончательный вариант губернатор представит президенту осенью на площадке Восточного экономического форума. Анастасия Привецкая, телеканал Губерния.